Музыка Уважаемые товарищи, мы занимаемся гегелевской диалектикой И закономерным этапом рассмотрения категории является переход к сфере сущности То есть сущность выступает как отрицание всех определений сферы бытия И когда мы достигаем такого отрицания, мы рассмотрели все категории последовательно От качества, количества и более определенных формах Количество соотношений, мер и узловой линии мер И мы приходим, когда мы отрицаем последовательно все определения бытия И все категории сферы бытия, мы приходим к сущности Но тем не менее, сущность, поскольку мы отрицаем сферу бытия Когда переходим к сущности, то, конечно, бытие в снятом виде устается И весь остаток бытия в сфере сущности наступает как нечто отличное от нее Как несущность или видимость Да, но у гегли это очень хорошо показано И каждый из нас может убедиться, если мы внимательно посмотрим Что, хотя видимость это не сущность, но это не есть нечто самостоятельное Да, а это есть видимость сущности в себе самой То есть вот на это тоже надо обратить внимание, что это видимость сущности Ну и вот я хотел бы это, так сказать, соотношение этих категорий Проиллюстрировать на достаточно актуальных событиях, которые происходят в Соединенных Штатах Америки Вот, так сказать, Соединенные Штаты Америки всегда преподносили себя Поскольку это центр мирового империализма То и другие преподносили ту же самую картину Что, так сказать, это светоч демократии Где соблюдаются права человека, где все происходит по закону Где вас, так сказать, без суда не арестуют Прежде чем вас убьют, вам скажут, что, значит, вы должны остановиться То есть, короче говоря, вот, прямо, так сказать, такое представление приобрело Благодаря активной, так сказать, пропаганде буржуазной Американских средств массовой информации Поскольку они самые хорошо оплачиваемые, то самые эффективные Приобрело это прочность уже предрассудка И даже если хотите сказать инородного Хотя вот мы понимаем с вами, что это навязано Народного в том высоком смысле, что народ – это ядро населения каждой страны Образованное теми, кто создает материальные ценности, прежде всего То есть рабочими, городскими, промышленными, транспортом, сельскохозяйственными Ну и интеллигенция Ну вот, приобрело это такую прочность предрассудка И что мы сегодня видим в Соединенных Штатах Америки Мы в Соединенных Штатах Америки видим, что вот подвеская демократия Как будто бы демократия Набирает силы тенденций, которые уже очень хорошо и четко охарактеризованы В нашей марксистско-ленинской науке, как фашистские Ну, фашизм, мы помним это определение Это неприкрытая стерилистическая диктатура Наиболее реакционных, наиболее шевизнистических кругов финансового капитала И вот в Соединенных Штатах Америки мы видим сегодня, что Представители финансового капитала начинают прямо решать судьбу Так сказать, законно избранного Да, десятка миллионов голосов президента Соединенных Штатах Америки Так вот, кто выступает, так сказать, ограничивает президента права В праве обратиться к народу Через так называемые, так сказать, средства массовой информации современные Через интернет Ну, а кто, собственно, является собственником этих средств массовой информации? Кто? Ну, собственником являются крупнейшие Крупнейшие капиталисты современности Вот, скажем, Амазон Вот это, значит, передовая такая компания В том смысле, связана с технологиями, через интернет-продажи Значит, рыночная стоимость, то есть стоимость акции Полтора триллиона долларов Это, так сказать, где-то сопоставимо с тем, что Во что можно ценить, ну, чуть, может, меньше, чем Главой внутренний продукт современной России Немаленькая страна, с немаленькой экономикой Значит, Билл Гейс Один из самых богатых людей На что его богатство? Это активы вот его этой компании Значит, Майкрософта Там сто пятьдесят Простите, тоже полутора миллионов Полутора, простите, триллионов Вот уже в цифрах сбиваешься Потому что трудно представить себе, что это такое Значит, все эти Значит, фейсбуки и так далее, твиттеры Компании, которые этим занимаются Имеют активы на сотни миллиардов долларов То есть это представители крупнейшего финансового капитала И вот они впрямую влезли в политику Нам, так сказать, разбирать, почему это так происходит Какие они интересы, так сказать, можно Но, видимо, это не самый главный вопрос Вот всегда такие вещи происходят Тогда, когда есть определенная кризисная обстановка И мы видим, что в Соединенных Штатах Америки она есть Проблемы социальной университетом не решены Они глубочайшие И можно сколько угодно, так сказать, вставать на колени Перед людьми, которые имеют цвет кожи отличный от белого цвета кожи Но, тем не менее, их положение как париев То есть людей, которые в основном в своей массе Погружены в хроническую нищету Которые имеют доступ к вызованию Значительно более затрудненные, чем более обеспеченные слои Которые имеют худшие жилищные условия Вот этот факт никуда не девается И это все время тлеет Но, видимо, уже тлеет и ситуация с рабочим классом Трамп, значит, вы знаете, пытался развивать Отечественное производство американское Возвращать производство назад Это некоторая уступка рабочему классу Но, видимо, это не очень выгодно И не очень интересно вот тем компаниям Которые насчитывают триллионы долларов своих активов И которые, так сказать, прекрасно обходятся Без американского рабочего класса В каком-то смысле, да Потому что сборкой занимаются, вот, железом Для тех программ майкрософских в США Ну, поэтому они не так сильно завязаны, эти интересы А интересы получения, так сказать, миллиардных прибыли есть И, конечно, им нужно, так сказать, нужно спокойствие И нужно как-то вот прекратить всякого рода, так сказать, беспорядки и выступления То есть, вот эти внутренние противоречия Соединенных Штатов Америки Которые не очень видны нашим, нам, как внешним наблюдателям А мы наблюдаем только ту картинку, которую нам дают вот эти компании Они достаточно назрели для того, чтобы возникла нужда В новом и в твердом порядке И вот этот, так сказать, режим Который прямо диктуется крупнейшими, крупнейшими капиталистами Вот выросшими на базе современных технологий Этот режим имеет черты фашистского характера Безусловно Да, потому что, так сказать Ну, можно рассматривать это как провокацию Капитолий, да Это тоже нельзя исключить Действительно, фашизм всегда связан с провокацией В любом случае он использует такие события Да, которые не имеют уж такого принципиального значения Для того, чтобы сделать крупный переворот во внутренней политике И мы видим, что сейчас людей, значит, выслеживают Да, на них доносят Вот очень не кстати вспоминают, правда Это уже наши комментаторы, тоже средства массовой информации Видимо, в какой-то зависимости, возможно, они находятся от того Кто имеет вот эти триллионы долларов Сравнивают с ситуацией Известного пионера Павлика Мороза Вот Павлик Морозов, между прочим Выступал в защиту своей матери На которую, так сказать, нападал ее отец Да Который брал взятки и там Черт не знает что творил И Павлик Морозов Не за деньги это делал, да Он, так сказать Его трагическую с чем связано? Что его убили Вот убили за правду Вот не надо, так сказать, сравнивать то, что происходит сейчас Массовая продажа своих родственников за деньги Да С тем, это, так сказать, с тем, что сделал Павлик Мороз Павлик Мороз, как честный Пусть маленький человек с честным сердцем, с горящим, как пионер Да Его убили Он ни денег получил, ни 300 тысяч долларов Поэтому не надо вспоминать свою Павлика Морозова Вообще не надо оплевывать свою историю Уж если бы мы увидели мурло фашистское США Ну скажите это У нас ведь тоже было нечто подобное Слава Богу, это прошли мы, когда стреляли из танков по Белому дому Этот эпизод закрыт Осужден, в общем-то Хотя Чаще молчаливо Можно бы и впрямую осуждить его Да Но тем не менее, мы от этого уже ушли далеко И к этому вот возврата, я полагаю, больше нет Больше нет А вот США как раз к этому снова пришли Значит, людей ограничивают в правах Лишают, грозятся лишить избирательных прав Десятки миллионов человек Да Для начала, так сказать, десятки тысяч Завести уголовное дело Бросить тюрьму Все по закону, конечно Но вообще говоря Мы видим, что дальше это что будет А дальше, вот после того, как наводится такой порядок И чтобы его удержать Дальше начинается, между прочим Агрессия по отношению к окружающим странам Фашизм никогда не ограничивается Установлением так называемого нового порядка То есть порядка, который жестоко подавляет Всякие знакомыслия, выступления в защите своих прав Внутри страны Он, так сказать, старается это перекинуть и вовне Мы знаем, что фашизм знает Правда, блестящие и глубокие идеи Которые излагали Бориславович Фетисов и Михаил Алексеевич Попов Она вот проявлялась с учетом того, как фашизм внутри Соединенных Штатов Америки Себя так ярко проявил И явно проявил Ну, можно понимать, что, вот, так сказать Проявление фашизма внутри Будет стимулировать, так сказать Практику фашизма на экспорт И мы с вами понимаем, что, конечно Уж если своих там было Лишая всех прав То решение всяческих прав Нарушение всяких договоров В отношении экономических, политических В отношении России Это расплюнуть только будет Для фашистов Или для фашистующих элементов Не факт, что фашисты утвердятся в США В настоящее время Да, можете, они схлынут Так и найдут порядок Покидают тюрьмы, побьют Отрешат от должности Утвердят вот эту власть Вот этих финансовых воротил новых В новых сферах Они упрощат свою власть И как-то они могут снова вернуться К такой демократии Которая, как известно, является Диктатурой буржуазии Но не в такой ярко выраженной форме Форме подавления и террора По отношению к несогласным Да, может вернуться А может быть уже, вы знаете Будет такое, что к старому возврату Больше нет И эти нормы Нормы в кавычках Для нормы, соответствующие Фашистскому режиму Будут, так сказать, прочнее Войдут в американскую В повседневную жизнь Никто этого исключать не может Никто этого исключать не может Поэтому Жалкая, конечно, картина Когда пытается Обустроить, так сказать И обусловить Ссылками на демократию На права, на закон Конечно, если назвать Людей, которые Выразили недовольство Даже в хулиганской форме Если назвать их террористами То Это будет очень законно По отношению к ним Применение оружия Применение, так сказать, немыслимое Немыслимое Совершенно сроков Тюремного заключения Там, лишения прав Ну, то есть Законность, видимость Налицо Все будет по закону Все как требуется Для демократического общества А по существу Вот Некоторый такой всплеск Фашизма Наблюдается То есть Мы видим, что Видимость Это не сущность Но видимость Это видимость сущности Потому что А чужо удивляться, что Применяется В массовом порядке насилия Но мы же знаем, что Государство В Соединенных Штатах Америки Это диктатура буржуазии Вот как сочтут Значит Руководящие Ключевые кланы Самые сильные кланы Этой буржуазии Необходимо вести себя А так они будут себя вести А кланы А силы вообще Как всегда При капитализме Отпряются По капиталу Вот я еще раз Возвращаюсь Там еще иначе Вот Мы иногда говорят Пытаясь найти Какую-то фашистскую тенденцию В России Вы где найдете Какую-нибудь компанию Активы которой Составляют полтора триллиона долларов А в России А простите А в Соединенных Штатах Америки Таких компаний Несколько И вот они себя заявляют Сейчас Именно они Прямо их владельцы Выходят Собственники И говорят о том Как Какую-нибудь политику Будут проводить То есть это Налицо Конечно Вот Фашистская угроза Мы хотим пожелать Демократическим силам Соединенных Штатов Америки Успеха в этой борьбе Хотя честно говоря В этой борьбе Очень трудно Достичь успеха Когда включилась Машина Насилия Подавления Тюрьмы И так далее Кто будет выступать Профсоюзы Сейчас Вас сразу Посольник материалистов Назовут И выкинут То есть когда Фашизм прикатил Уже Бороться с ним Очень трудно Это вот Германия Тоже подтвердил Но когда совершилось После этой известной Провокации Рейхстага Пожога Рейхстага Фашистский переворот То как могли Коммунисты выступить Не очень трудно Можно выступить Вот Ну не все так Мрачное Как в то время Была страна Которая крепко На мировой арене Держала Так сказать Позиции демократии Будущая на самом деле Диктатура и полетариата А в отношениях со всеми Она конечно С капиталистическими странами Утверждала Ценности демократии И защитила демократию Так и все таки На сегодня Мы тоже имеем картину Когда есть Социалистический Китай С очень твердой Позиции Да С Большой экономической мощью Которая уже В промышленном плане Превосходит Мощь Соединенных Штатов Америки Вот от этого Может быть И такой страшный всплеск Этого фашистского Натиска Потому что Хотят утвердиться Хотят И потом Мы с вами Понимаем Что будет Экономическая война С Китаем Этих гигантов Этого капитала Которые Вообще-то Почти что монополи Обладает Майкрософт Во всяком компьютере Это вам что? Это какая монополия? Это не просто Американская монополия Это всемирная монополия И вот ее интересы Надо как-то обеспечить В отношении К растущему Китаю То есть Ну и Китай Поскольку понимает То будет Я думаю Крепко оставить Свои позиции И у нас есть союзник В нашей борьбе Конечно и против России Тоже будут бороться Когда надо быть готовым Это Всегда так было А в этой борьбе Конечно Будут достигнут успехи Только тогда Когда будет Развиваться промышленность Поэтому очень обидно Слышать Что Лукашенко В общем-то Руководитель маленькой страны Сообщает Мне некогда Заниматься пустяками Вот сейчас надо Обдумать Пятилетний план Развития экономики И развивается Недостаточно успешно А мы такая страна С такими традициями С такими научными силами С таким Рабочим классом И с такими кадрами Инженеров еще И сказать Руководителей Толковых И умных тоже Работаем без плана Как мы можем Представить фашистскую грозу Ну как можно Представить фашистскую грозу Страны Более мощного государства Не имея плана Действий Но у нас есть Некоторые планы Там Или программы Точнее говоря Вооружения Ну это же Частичные Частичные только вещи А как вы будете Обеспечивать Это Вооружение Если у вас Сокращается Чистость Она сокращается Потому что низкие зарплаты А низкие зарплаты Потому что производство Не развивается То есть все же Это в комплексе И другое Подобно тому Нужен план Рассчитанный на 5-10 лет План Охватывающий Все отрасли С тем Чтобы подойти К тому моменту Когда Соединенные Штаты Хотят нас уже Наехать Впрямую В полном Во всеоружие Значит Нужно укрепление Сотрудничества С Китаем Вот несмотря на то Что это Социалистическая страна На всех уровнях Тоже Это есть Но наверное Все таки Вот есть еще Опаска Особенно страны наших Крупных капиталистов Которые крупные По нашим меркам А по меркам Обладателей триллионов За рубежом Очень мелкие Но зависимые от них Так вот Они все таки Должны Эту зависимость Или государства Должны помочь В этой зависимости Освободиться И сказать И подчинить Значит Их интересы Интересы Интересам Укрепления Обороноспособности Страны Которая Может укрепляться Только если Достигается Общее Социально-экономическое Развитие страны И вот Тогда Вот тогда Я думаю Что Мы можем быть Уверены В том что Какие бы Явления Не происходили В Суниверситетах Америки Мы Способны Будем Отстоять Свою независимость Мы будем Способны Обеспечь Свой прогресс Который В конечном счете Придет к тому Что Утвердится Власть Рабочего класса И Россия Будет Снова В авангарде Мировой цивилизации Как это было После октября 17-го года Да Мы будем Здесь уже В союзе С такой величиной Как Китай Может не Самой крупной Вещиной Но У нас есть Свои приоритеты Науки В некоторых вещах Организационных Экономических Так что Я думаю Что Союзники Всегда Между собой Славой Сочтутся Вот главное Чтобы этот Союз Был Прочный И Союз Был Достаточно Дееспособным Чтобы Остановить Растущую Фашистскую Угрозу Поэтому Каждый Из нас Тоже Может Неси Свой Вклад На своем Рабочем Месте Значит Чтобы Рабочий Класс Тоже Проявил Себя Чтобы Он Потребовал Порядка На своем Производстве Такого Организации Труда Достойной Передовой Достойной Зарплаты И чтобы Государство Тогда Будет Тоже С этим Считаться И проводить Такую Соответствующую Политику От этого Выиграют Все Поэтому Не надо Думать Что Все Зависит Только От Руководителей От Президента От Думы Вот Все Начинается С Борьбы За свои Интересы На каждом Заботе На каждом Предприятии Совместной Борьбы И когда Эта Совместная Борьба Расширится Тогда И государство Начинает Учитывать И подчиняться Не столько Интересам Людей Зависимых От Миллиардов И от Миллиардеров Крупных Западов А сколько От Людей Которые Развивают Своё Производство И Препляют Нашу Страну Вот Поэтому Нам Всем Надо Позаботиться О том Чтобы В час Который Становится Все Более Угрожающим Россия Была Готова Встретить И дать Надежный Отпор Вот Эту Угрозу Спасибо За внимание Продолжение следует